Наблюдать из-за спатифилиума. Вот он мой красавчик. И смотрю что снизу еще идет один бутончик. Видите какой красивый? Конечно он любит чтобы его почаще опрыскивали, а сейчас лето и ему конечно очень жарко. Листочки новые пошли и обязательно удобряйте раз в две недели. Посмотрю на мои остальные цветочки. Что они делают? Вот тут моя красавица Налина. Посмотрите она уже приходит в себя. Листочков больше и она не страдает. И сейчас посмотрю что творится за шишками у моей бокорней Налины. Так. Да, земля влажная, поливать сегодня не будем. Видите? Если земля пачкает пальчик при вот, видите я попробовала, то ни в коем случае не поливать. Оставьте растение. Оно вам покажет когда оно захочет пить. Кто-то мне написал под видео что нужно поливать снизу. Я не уверена что снизу. Это все-таки пустынное растение больше и влагу оно принимает сверху. В пустынях мало влаги, поэтому в основном вот эта часть будет влагу принимать, когда конденсация воздуха на поверхность. После перевалки в новый горшок, в новый грунт. Бокорния конечно у меня сильно болела, но сейчас посмотрите как ей там хорошо в этом новом грунте. Посмотрите какая у нее яркая макушечка. Видите? Это говорит о чем? О том, что ей хорошо. И когда правильно ухаживают за растением, оно всегда отвечает вот таким ростом. Это ее ответ на нашу любовь. И посмотреть за другими моими растениями, посмотреть как они себя чувствуют. Все ли у них в порядке. Может им нужна моя помощь, а может и нет. Главное не заливайте растения, они лучше переносятся. Я осмотрела и свою драцену. Земля у нее нормальная. Но хочу вас, ну как бы, успокоить. Если у вас появляются желтые листочки, сухие, или начинают кончики вот так, смотрите, желтеть, да, сохнуть, Не переживайте, это растение в природе. Оно же тоже сбрасывает устаревшие листочки. Вы думаете, в джунглях, где растут эти драцены, они выглядят лучше. Да у нас они вообще королевы. Поэтому вот я сегодня отсюда удалила листочек. Ничего страшного. Это физиология. Это жизнь растения. А так в целом оно выглядит нормально. И у вас, смотрите, будут желтые вот такие кончики. Если они вас раздражают, возьмите просто вот так вот их. И уберите. И ничего страшного в этом нет. Само растение, посмотрите, выглядит очень хорошо. Главное его не переливать, а опрыскивать. И раз в неделю советую опрыскивать перекисью водорода с водой. Еще раз говорю, что делать такой раствор. Две столовые ложки на литр отстоянной или дождевой воды. И сразу же опрыскивать. Не надо этот раствор хранить. У меня о перекиси водорода и растениях есть фильм. Смотрите. Ну все, осматривайте ваши растения. Они нуждаются в нашей помощи. Ведь они в нашем доме получили приют. Вспомните произведение Антуана Сент-Экзюпери. Маленький принц. Мы в ответе за тех, кого приручили. Поэтому ухаживайте за вашими растениями. Они вам показывают, что им нужно. Надо просто понять. Субтитры сделал DimaTorzok